Итак, приглашаем к выступлению учащихся школой номер 2089. Испокон веку русский солдат стоял на страже мира и покоя своего народа, охраняя границы родной земли. Не раз судьба его зависела от мощи ее вооруженных сил, от мужества ее солдат, от умений и таланта его подководцев. Полководцы творили не только военную историю человеческой цивилизации, но и определяли ее лицо в годы войны. Образ великого полководца многолик, и это и прославленный защитник Отечества, и завоеватель, проливший море человеческой крови, и тиран для собственного народа, и для народа покоренной страны, и надежный правитель государства, и человек, который приводил страну к победе в вооруженном противостоянии с врагом. Поводом на начало исследовательской работы послужил тот факт, что многие люди Запада и России слишком обмануты антироссийской пропагандой, и имеют довольно резкие взгляды на российское общество и государство, не имея при том патриотического воспитания и чувства гордости за своих предков. Народ стал забывать своих героев, своих отцов будущего. Народ подвергается негативным тенденциям, оскорблению одного государства другим. А также, сделав опрос среди учащихся из средней школы и прохожих на улице, я поняла, что сегодняшнее поколение совсем не знает своих предков. В этом я и вижу актуальность насущной проблемы. Значимость темы я выделяю необходимости общества, народов всего мира в проявлении уважения к государству, необходимости диалога между государствами и странами. Константин Рокоссовский — яркий пример батриотичности и уважения к другим людям, к другому народу, к другому государству, который на протяжении всей жизни пытался укрепить общность во отношении Польши и СССР. В качестве эпиграфа к своей работе я взяла высказывание Константина Константиновича, «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим». Я начну именно с биографии этого великого человека, а почему великого вы поймете благодаря приведенной мной информации и факту. Рокоссовский Константин родился в Великих Луках 21 декабря 1896 года в семье железнодорожного машиниста Полика и Зоффа Рокоссовского. Годы раннего детства проходили спокойно. Отец был уже не модул, когда появился сын. Ему шел в 45-й год. Был добрый в душе и справедливый человек. Уделял мало времени детям, потому что работа машиниста требовала постоянных разъездов. Но нежно заботился о них и, будучи сам грамотным человеком, старался дать образование сыну Косте и дочери Марине. Забота ложилась на плечи матери Антонина Овсяниковой, учительницы из города Пинска. Косте рано научился читать. Знакомство с русской культурой имело огромное влияние на жизнь Рокоссовского. В ранние годы он отчетливо осознал историческую общность народов России и Польши. Позже ему удалось совершать немало для того, чтобы эта обществь окрепла и утвердилась навсегда. Рокоссовский перепробовал множество профессий, в том числе рабочего текстильной фабрики. В семье Рокоссовского говорили и читали как по-русски, так и по-польски. Костя с детства владел обеими языками. Службу Константин начал в 1914 году. В русской армии участвовал в Первой мировой войне, был дважды ранен в боях. В октябре 1917 году сознательно вступил в Красную партию. В августе 1937 года поехал по делам в Ленинград, где сразу был арестован и обменен в шпионаже в пользу Японии и Польши. В тюрьме его пытали, выбивали передние зубы, молотком стучали по пальцам ног, сломали ребра. Рассказывала правнучка маршала, журналистка российской газеты «Арианда Рокоссовская». Он ничего не подписал и не стал жеструдельствовать ни против себя, ни против других. В 1939-м его дважды выводили на расстрел, стреляли холостыми. В марте 1940-м году реабилитирован, восстановлен в армии. Стал командиром 9-го механизированного корпуса, который участвовал в битве с Абродом, в крупнейшем танковом сражении Второй мировой. За оборону украинских рубежей и изматывание противников был представлен к очередному ордену Красной Знамени. В годы Великой Отечественной войны, а именно 22 июня 1941 года, Рокоссовский поднял корпус по боевой тревоге и сходу вступил в бой. Рокоссовский проявил себя в Смоленском сражении в июле 1942 года. Собрал остатки 20-й и 16-й армии, входившись в Смоленского котла. И этими силами, получившим неофициальное название группы Рокоссовского, удерживал коридор между Ярцево и Ельней, не позволяя соединяться танковым группам Германа Готта и Гейнца Гудериана вблизи Смоленска. Он отличился в сражении успешным действием группы Рокоссовского. Способствовала срыву попыток окружить и уничтожить войска Западного фронта под Смоленском. После Смоленского сражения Рокоссовский был назначен командующим 16-й армии. Группа в основном состояла из бывших заключенных и особенно отличившейся Московской битвы. Также он принимал участие в Пурской битве. В феврале 1943 года был назначен командующим Центральным фронтом. На этой должности провел решающие обороны под Пурском. После Пурской битвы стал генерал-парковником, а вскоре генералом армии. В июне 1944 года был одним из разработчиков исполнительной операции по освобождению Белоруссии Багратион. К началу июля того года взял в плен 105 тысяч немецких солдат и офицеров. За операцию Рокоссовскому было присвоено звание маршала Советского Союза. А вскоре первая звезда героя Советского Союза. Константин Рокоссовский умер от раком 3 августа 1968 года. Похоронен в Москве у Кремлевской стены. Аплодисменты.